А знаете ли вы, как появились кровати? По мнению историков, первыми, кто пять тысячелетий назад обустроил в своих жилищах специальные возвышения для сна, были древние шумеры. Древние египтяне использовали в качестве ложа деревянные прямоугольные рамы с сеткой, сплетенные из ремней или веревок, которые устанавливались на четыре опоры в виде лап животных. Тогда же для таких кроватей стали шить подушки и матрасы, набитые шерстью. Древние римляне первыми начали делать деревянные кровати, названные ими лектус, со спинкой в изголовье, украшенные бронзовыми накладками. Лектусы часто завешивали полупрозрачной материей, которая со временем трансформировалась в балдахин. В XII веке балдахины, защищающие спящих от падающих с потолка насекомых, которыми были заполнены жилища, начали крепить к потолочным балкам. Но пик их популярности приходится на XIV-XV века, когда мода на такие кровати распространилась практически во всех европейских странах. В эпоху Ренессанса кровати превратились в настоящие произведения искусства. Их делали из ценных пород дерева, украшали резьбой и драгоценными камнями. Но стоимость их была невероятно высокой, поэтому они были доступны что только богатым людям. В домах же простых людей кровати появились только в XIV веке. Как правило, это была одна большая лежанка, на которой спали все члены семьи. Само слово пришло в русский язык из древнегреческого, где кроватос обозначал этот вид спальной мебели.